Всем привет, на связи PowerArt. Как часто при покупке новой техники мы выходим за рамки изначально планированного бюджета? Да, наверное, почти всегда. Сначала что-то выбрали, потом, ну, давай я там улучшу, давай я там улучшу, давай я там улучшу, и получается, что бюджет растет. И с компами такая же история. Вы изначально себе подобрали машину, она крутая, все тянет, все отлично, но потом начинаете думать, а если я там проц увеличу? А если я там видеокарту лучше поставлю, оперативочки побольше, будет ли лучше, будет ли с этого толк? И в этом ролике как раз мы об этом и поговорим. Начнем? Погнали! В прошлом ролике мы собирали отличный компьютер за 60 тысяч рублей. Получилась офигенная сборка, которая тянет абсолютно все современные игры на высоких, либо ультра настройках, и выдает частоту кадров около 60. Очень неплохо за эти деньги. Но что же будет, если немного добавить бюджет, если этот компьютер взять и чуть-чуть прокачать? Напомню, здесь у нас по конфигурации... Напомню, здесь у нас по конфигурации... Напомню, здесь у нас по конфигурации... 5500, 16 гига оперативочки частотой 3200, видеокарта 2060 Super и 1 терабайт SSD. И что же можно улучшить в этой сборке за 60 тысяч рублей? И начнем с процессора. Вместо 5500 поставим Ryzen 5600. Помимо того, что это у нас то больше в названии, у нас здесь еще на 200 МГц больше Turbo Boost и увеличенный в два раза L3C, что для игр очень неплохо. При этом он чуть-чуть быстрее, чем у 5500. Поэтому прибавляем к нашей сборке 3000 рублей. Дальше. Оперативная память. У нас здесь 16 гигабайт. В эту сумму особо нет смысла ставить 32. В принципе, вы сами видели в прошлом ролике, если его смотрели. Если не смотрели, посмотрите. Что памяти хватает. Поэтому мы остановимся на оперативной памяти. Но раз мы компьютер чуть-чуть апгрейдим, вместо 3200 возьмем 3600. Стоит она на 500 рублей дороже. Поэтому 500 рублей прибавляем. SSD оставляем такую же. Прирост какой-то производительности в играх, увеличение либо изменение SSD нам не даст. Поэтому оставляем ее. И самое главное по видеокарте. RTX 2060 Super. В принципе, карта имбовая за свою стоимость. Но можно чуть-чуть добавить и взять RTX 3060. Здесь мы получаем уже 12 гигабайт видеопамяти, что будет очень неплохо. Точно для всех игр будет хватать, особенно Full HD. Вообще, можете забыть про недостаток памяти. Помимо этого, все-таки поколение немного свежее. И поддержка от Nvidia будет получше. Поэтому добавляем к стоимости еще 6500 рублей. Это в среднем она стоит дороже. Блок питания и материнскую плату мы трогать здесь не будем. Оставим такую же, как она и была. В принципе, никакого прироста производительности это нам не даст. А предыдущая сборка спокойно потянет новые железки. И давайте кратко прорезюмируем, что мы получаем за надбавку в 10 тысяч рублей. Это более мощный процессор с увеличенными частотами и лучшим L3 кэшем. Видюшечка свежего поколения, дополнительного 4 гигабайта видеопамяти. SSD-шка остается то же самое. И оперативка с немного более высокими частотами. На бумаге все, в принципе, неплохо. А что же нам это даст на практике? Время как раз это и посмотреть. Сейчас перейдем к игровым тестам и сравним эти два компьютера. И сделаем потом выводы. Начнем. И первая игра на тесте Atomic Heart. Получаем здесь прирост от апгрейда в среднем на 10% по среднему FPS. Обе конфигурации отрабатывают хорошо и дают комфортную частоту кадров на ультра настройках. График фреймрейта на более дорогой системе идет немного мягче. Следующая игра Baldur's Gate 3. Первый прогон на ультра настройках без включенного DLSS. Здесь уже прироста больше, доходит даже до 20%. Улучшение процессора тоже кстати. Средняя загрузка карты выше на 5600. Включение DLSS также дает нам задел в кадрах для третьего акта игры, где производительность неизбежно падает на любой системе. В Forza Horizon 5 преимущества более дорогой сборки и практически растворяются. Получаем минимальный прирост как по среднему FPS, так и по минимальному. Оба варианта показывают схожие результаты и играть везде комфортно. В Resident Evil 4 ремейк все ставит на свои места. На ультра настройках с текстурами в 2 ГБ для более честных условий мы получаем дополнительно 10% прироста в более дорогой сборке. В среднем FPS и очень хороший буст по минимальному. Видеокарта грузится сильнее и график фреймрейта ровнее. В RDR 2 на ультра настройках без DLSS ситуация опять выравнивается. Более дорогая сборка дает нам слабый прирост в 5-7%. Обе системы справляются без проблем. Средний и минимальный FPS тоже схожи. В Spider-Man Remastered более дорогая система на ультра настройках без DLSS отрывается в среднем на 15%. Комплексный апгрейд показывает хорошие результаты, выдавая очень комфортную частоту кадров. Но, впрочем, на более дешевые системы тоже все отлично играть, комфортно. В моем любимом бенчмарке Cyberpunk 2077 на ультрах без RTX и DLSS разница между сборками скромнее. В среднем всего 5%. Мы получаем заветные 60 кадров и на этом в принципе нам хватит. Обе системы работают отлично и практически равны. В Last of Us на высоких настройках без DLSS отрыв доходит до 15-20%. Только более дорогая сборка может нам обеспечить 60 кадров и фреймрейт на ней плавнее. И это единственная игра на сегодня, где объем оперативной памяти загружен на 80%. Во всех остальных случаях оперативки у нас с запасом. В Remnant 2 на ультра настройках без DLSS разрыв между сборками 10%. Но в обоих случаях слабовато. Тем более я бегу уже по зачищенной локации и боюсь, что все будет печальнее. Поэтому включение DLSS здесь очень приветствуется для комфортной частоты. Ну, либо нужно снижать настройки. Отрыв в 10% также сохраняется. Ну и напоследок запустим потрясающе оптимизированный Starfield. Там все настолько сейчас плохо, что разрыв между сборками надо рассматривать под лукой. Ждем исправления багов и оптимизацию. А пока просто наблюдаем. Сейчас играть и портить впечатление от игры не особо хочется. Ну и какие выводы мы можем сделать после тестирования данных конфигурации в играх? Прирост есть и он не сильно большой, но все-таки имеется. От 7 до 15% в среднем по всем играм. Что в принципе очень неплохо. Ведь мы докладываем сумму также 15%. Получается практически паритет. Стоит ли это делать? Скажу банальничную. Да стоит. Увеличение бюджета благотворно влияет на нашу производительность. Помимо этого мы лишаемся каких-то мелких нюансов. У нас здесь уже 12 ГБ видеопамяти, что нам хватит в принципе за глаза и на сейчас, и на будущее. Процессор с увеличенным кэшем, который отлично в играх себя показывает. Но и небольшая увеличенная частота тоже будет неплохо. И кстати, и этот компьютер, и второй, который мы тестировали, вы можете также приобрести на нашем сайте, который недавно открылся. Называется он также powerr.ru. Там можно зайти, посмотреть разные конфигурации компьютеров и выбрать подходящую себе. Ну либо если вам нужна помощь в сборке, либо какая-то консультация, без проблем пишите мне в телеграм, я вам помогу. И на этом наш ролик подошел к концу, надеюсь он был вам полезен. И если это так, не забудем поддержать его лайком и подписаться на наш канал. На связи был PowerArt, всем пока!